Так, друзья, прошел час двадцать, так, и вот эта тема, они почти каждый раз повторяются, почему, только авторы все новые, но имя им регион, а я все один-один, один-один, вот, так, что же мне делать-то, еще что, вот это я пропущу, почему, потому что недавно эту тему проходили, да, вот, это мы тоже проходили, украли мою фотографию, пожалуйста, я, знаете, почему разместил, я все больше раздуваюсь от спеши, от зазнайства, я раздуваюсь от, это самое, я только становлюсь в оху, я не видел, знаете почему, уже Румыния свистнула фотографию, уже в Румынии не нашлось обычных средних по размеру, по качеству, нет, по качеству выдающаяся груша, по качеству, и самое важное, но в Сибири, они в Румынии фотографии не нашли, представляете, вот, сначала горжусь, вот так вот, ладно, комментировал, комментировал, ну, этот товарищ тоже войдет в историю, похоже на меня, вот, а вот эти дети, видите, я специально взрослых убираю, вот, вот эти дети, это мое будущее, вот, это моя надежда, это мое счастье, вот, но это не все еще, есть еще много детей, которые даже не знают, что есть на свете, а я им помогаю. Лилия Аражева, Олег Костель, чуть не пропустила ваш день, быстро летят годы, хочется сказать, чуть помедленнее, чуть помедленнее, пусть исполнятся все пожелания, которые написали вам все друзья, родные ученики, у меня все больше друзей, как я этим горжусь, вы представляете, а как их обмануть, они мне поверили, представляете, с каким ужасом, с какой надеждой я жду, когда у них заплодилась осады, ведь они будут говорить, это железовские, не вот эти, кто возле Абакана, что эти, южане продают саженцы, называя железовскими, которые меня подставляют подлецы, а настоящие осады, пусть ваша земная жизнь прорастает на всей нашей маленькой зеленой планете, и огромной родине, новыми абрикосами, сливами, грушами, поэтому жизнь ваша продлится еще долго-долго. Спасибо судьбе, что нас вела, нас в этот короткий миг, который называется жизнь. А вы знаете, почему я ее вспомнил? Не вспомнил, нет, я ее забыть никогда не могу. Потому что, а это она перевела в электронный вид две мои книги, две мои книги, она. И вы эти книги в электронном виде покупаете, ну по принципу раз в месяц, понятно, почти не покупаете, но я все равно благодарен, потому что все-таки, нет, нет, но кто-то все-таки купит книгу, а это книги те самые, которых больше нет на всей планете. Как я разочаровался, когда в библиотеке набрал книг, тех самых. Боже мой, как мне было их, даже стыдно было за тех, кто это, дерево надо напугать. Деревья жируют, они не хотят давать урожай. Автор-то кончал Киевский университет, даже не московский, даже не красноярский, как моя ученица Елена Савинич. А так, Киевский, ваши проблемы, понимаете, это ваши проблемы. Режьте, режьте, и он испугается, и даст вам урожай. У нас порезал и костер, порезал и костер. И у меня доказательств, тысячи фотографий. Только стоит отрезать одну. Так что я говорю, вы уже все видели. Тридцать трехсотый, семь лет, трехсотый, библинар. Спасибо, Лилия. Вы представляете, как я у меня, друзья, взяла и две книги бумажные, перевела на его электронику. Так, что это такое, а я забыл. А я забыл. О, здрасте. Юрий Владимирович, брат мой родной. Я не знаю, как теперь открывать. Видимо, открывалось нормально, раз я вставил сюда. Вот. Раз я сюда вставил, видимо. Ну, ладно, если поможешь потом, покажу на следующем вебинаре. Ну, про статью Семенченко есть такой молодой человек, где-то, например, 21. Талантлив невероятно. И сразу скажу, это уровень Голованова. Кто сейчас помнит, мы косяками шли в инженеры и попутно в садоводы. Почему? Был такой Голованов. Был такой Захарченко. Вы видели их на экране телевизора. Помните передачу «Это вы можете», а? Помните журнал «Знание и сила»? Помните журнал «Наука и жизнь»? Эти люди создали меня. Меня, школьника, они создали. И вдруг я нахожу, он сам нашелся. Ну, просто смотрел, смотрел. Читал статьи мои, мои фильмы. И в 21 год он оказался необыкновенно талантливым. Это будущий Голованов, будущий Захарченко. А живет в Харькове. Ну, это еще про это, что я тебе сказал, полбеды. Вот. Но он создал книгу, ой, статью. Важнейшую статью для мировой литературы. Создал на немецком языке, на русском и на украинском. И они у нас все есть. Но на украинском Украине издали, а в России отказались, кстати, всем дальше издать. А как издать на немецком? Да, Ирина Александровна. А ведь это же не речь-то, в данном случае идет ни о национализме, ни о украинцах, ни о немцах, ни о русских. Речь идет о том, что это создано в Сибири. Это поставление Сибири. Вот. Так, вот она же самая. Она разрешила я с фотографией эту показать. Знаете почему? Потому что уработалась так, рядом книга, там листики, 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 листики. Каждый измерить надо. Каждый этот самый. Вот я не знаю, чтобы создать диссертацию, мы с ней создали молодые абрикосовый сад. Ну, осталось до последней, там это, до банкета осталось немного, там, в октябре. То есть месяц-два осталось, да? Вот. Многое из того, что нужно, чтобы создать диссертацию, я считаю, это только потерянное время. Вот. Я пожалел, говорю, лежи, сколько можно. Это ходить по саду, мерить, 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 мерить. Мне вспомните фотографии, сколько лет мерить. Но мы создали сад. Я, железо, глядя на эту девушку, предлагаю следующее. Вот. Это на полном серьезе. Но я не Сталин. А значит, команду такую дать некому. И такого никогда не будет. Выходя из университета, только предъявляя... Не промышленный, это потом. Только предъявляя лично выращенный сад. Направление, да. Вот она доказывает, что в Краснодарском крае не только здесь у меня, в микроклимате. А в Красноярске должны расти. И будут расти. И уже растут. Вот. Понимаете, о чем речь идет? А это замерять сотни этих самых листиков, для того, чтобы заполнить таблицы, это сколько времени потеряно? Я уже говорю, лежи, дочка, лежи. Полдня устал уже, в конце концов. Вы не смотрите, что у нее улыбка на лице. Знаете, как тяжело этим заниматься? Мы доказали, что абрикосы могут расти? Вот так и должно быть. Доказал? А что, только абрикосы? Самому лучшему садоводу на свете. Это про меня. Вот. Это мне пожелание. А знаете, от кого? Я еще раз. Я не упускаю ни одной возможности. Только я увижу фамилию Латинкова или Латинкова. У меня сразу шерсть дебом, в конце концов. Осталось два сада на всю страну. При полном попустительстве науке, которая до этого не дошла. Галя и Юра создали мои клоны. Еще одно поколение. И такое поколение. Хитрое поколение. Еще одно направление. Вы понимаете? Осталось два сада. Каждый из этих садов должен быть, лучше бы, сказать, Гражданка Латинкова приезжает, допустим, в спецназ. Гражданка Латинкова. А мы вам деньги привезли. Хотите, вот мешок с деньгами. Вот. Хотите карточку. Вот она на ней написана. 10, 3, 2, 20. Это немного. Учитывая, что они сотворили. Вот. Или к Сергею Железову. Мы купаем все саженцы. У Галины, у Сергея. Все мы купаем. Вот. Деньги сейчас. Пожалуйста. Значит, в спецназ привезли в полную охрану. Пока все это будет не только сохранено, но и частично перевезено в Тимирязевку. Вот. Дальше в этот самый город, который называется Тимирязев. Ой, этот самый. Уже Мичурин. Вот. И так далее, и так далее. Все разуслано будет по всем этим ГСУ. По всем научным садам. И даже в эти самые. Даже учебное заведение. Чтобы сразу учить. По такому принципу. Если мои дети вот с этого начинают учебу. Которым пять лет. Эх, жалко. Ты на эту флешку не вставил. А. Я бы вам показал, какие плоды у ребенка пятилетнего. Все. Поверили на слово. Идем дальше. Спасибо, Галя, за поздравление. Для меня фамилия Латинкова. Это святая фамилия. Вот. Жаль, что не будет ни памятника. И дальше. Я остаюсь последний. Бондара нет. Бородича нет. Бродского нет. Понимаете? Что творится? Латинкова нет. И все уходят в забвение. А что я опять все это начал? Наверное, на этом я хочу остановиться. Прошло полтора часа. Я боюсь, вы устали. Посмотрите, какие я получаю благодарственные эти. Проделит Господь ваших. А до Господа мы еще доберемся. Но уже не сегодня. Наверное, я сделаю отдельный фильм. Вот. Наверное, отдельный фильм. Не всем нравится, когда я перехожу на другой уровень. На тот уровень, где уже понятие добро и зло становятся материальными. Понимаете? Материальными. Поэтому еще раз. Сейчас я, наверное, остановлюсь. Вот. Я могу только чуть полистать. А вдруг это что-то есть. Это самое. А, нет. Чуть-чуть. Во-первых, это фотографии из Сумской области от моего друга Салия. А давайте на видео нажмем. Буквально на секунду. 21.07.24. Вот. В сравнении. Подвойные персики. Манжурский и хасанский. Из косточки. Целый месяц не было дождя по высоте. К примеру, хасанский клон Железова даже покруче, чем манжурский. Все. Все. Поняли, да? Саженцы, саженцы, саженцы. И внимание. Валерий Александрович. Валерий Александрович, низко кланяюсь. Научи, а? Вот. Не получается у меня стопроцентное выращивание из косточек именно персиков. А мне же других учить. Низко кланяюсь. Ты уже рассказывал не раз. Что-то вроде инструкции. Дело в том, что ты раскалываешь косточки. А косточки бесценные. Наверное, впервые в жизни я, Железов, поступаю с принципами. Низко кланяюсь своему земляку. Научи их. Как рассказывать, чтобы не испортить. Научи, какие сроки. Я только месяц накину на твой срок. Себе все-таки. Вот. Вот серьезно говорю. Я прошу. А это ты меня учителем называл. Нет, друг, есть вещи, которые это... Куда мне до тебя? Вот. Я тогда вот это слово написал. Сдаюсь. Принимаю ученики. Поняли, да? Вот весь урожай через сегодня. Вы думаете, в этом году что-то было? Ага, сейчас. В этом году такой был замерзок. Чудо, что это есть. Вот. Значит, Антонина Значит, Кугарева. Значит, Начинается второй этап Приучения. Это касается уже школьных дел. Вот. Давайте оставим... Оставлю разговор до следующего раз. Он очень долгий. Он очень важный. Вот. Он переплетается вот с этим вот. Минсельхоза заявил о необходимости создания в РФ 18 тысяч агроклассов. Акцент сделан на сельских школах. И вдруг Кемерово. И вдруг Кемерово. Как была одна Антонина, так и осталась. И вдруг директор городской школы. Смотрите. Видимо, получили команду. Наконец-то. Но тут есть одно но. Поэтому, почему надо отдельный разговор. Сейчас скажу. Акцент на сельских школах. Но директор вашей школы, где вы учили детей, директор-то получил разнарядку. Создать агрокласс. И тут варианты одни. Кто будет учить? Оказывается, там же в Кемерово. Тоня, еще раз приветствую. Здравствуйте. С тобой отдельно. Здравствуйте. От тебя услышал буквально сегодня-вчера. У вас, именно в Кемерово, есть сельхоз колледж. Ну, это тоже техникум. Переводим на нормальный русский язык. И именно этот колледж хотели попросить, или хотят попросить, или будут просить директора, получив приказ, они обязаны выполнить. Не то, что тот директор прежний, это новый директор. Прежний директор хотел просто, ну, это как было, ну, выдвинуться надо было, ведь телевидение-то нельзя приглашать. Это был шанс создать карьеру на примере школьного сада. А тут команда сверху. Обращаться будут к колледжам, к учителям, чтобы они научили их школьных детей. Это, друзья мои, катастрофа. поняли, поняли, почему надо это самое, переходить на железо судьбу. Я не говорю, нас, я не говорю, вот наша команда, именно мою технологию, потому что все, что я говорю, все наоборот, все, что научат их, это будет катастрофа, пройдут годы. Когда-то это было при Лысенко. Дело в том, что тогда, я память, немного сохранилась, но сохранилась как грустная тема. Значит, на основании колхоза создавали селекционные участки, то есть каждый колхоз должен иметь своих агрономов, селекционеров. Это касалось и деревьев, и плодов, и этих самых, и зерновых культур, и этих самых, овощных культур. Всего касалось. И вот, когда это было сделано, оказалось, что никому, никто ничего не понимает. Понимаете? Не понимает никто ничего. И эта идея была полностью провалена. Сейчас новая попытка. А дальше, как в том анекдоте армянском, а люди все те же. Вот такой у меня конец сегодняшней истории. Все, дальше боюсь говорить, потому что еще такого наговорил. Но, ребята, нас мало, нас все меньше. Еще зажимает этот несчастный YouTube. Скоро, может быть, даже десятки останутся. Нужно пережить мне Железову. За и вам заодно. Лето. Начнется зима, люди вернутся в города, будут скучать, и от скуки нас количество хотя бы, как раньше, до полутысячи, до тысячи увеличится. Хотя бы. Вот. А значит, соседу расскажет. Вот уже, каждый по соседу. Уже две тысячи. Вот. А сосед еще кому-то расскажет. А кто-то будет говорить, Железович что у нее занимается. Да? Оппонент. Всегда, когда люди рубят с плеча, вот, это означает, а, у меня я калечу, а оно растет. Откуда ты знаешь, что будет, когда у тебя, так же, как Башкирия, или это самое, или там Бурятия, 45 ударит. Что останется в твоем искреченном деле? Ты думаешь, чему ты людей-то учишь? А? Специалист. У меня было происшественников немного. Таких, знаете, я же фамилии не называю, зачем мы бежать людей. Крайние критики. Один был, значит, в Кемеровской области. Вот. Я печатал уже, допустим, полсотни статей. Меня уже знала, по крайней мере, вся Сибирь. Тогда это, я был очень популярен. Все печатали. Все кому не лень. Вот. И тогда, он вырастил сады, получил первый урожай. Вот. Растил, ну, как растил, значит, деревья накупил, саженцы. Не у меня, а где-то так. В то время были получше эти самые, как сказать, но все-таки это было ответственные люди. Существовали стандарты. Представьте себе, стандарт, первая категория, это метр саженец. Кстати, заметьте, не два, не три, как сейчас, это ведь верная смерть за десятки тысяч рублей. А метр, второй категория, 80 сантиметров. Это все было в советских гострах. И тогда, накупив саженцы, добившись первого урожая, он, значит, в газете, которую можете прочитать, ну, уже называется Фазета, самая ведущая газета от Урала до этого самого, до Камчатки. Значит, а что там железо со своей этой самой? Вот у меня растет и все плодоносит. В следующем году его сад был мертв. Единственное, что ему хорошо, что он признал это. Он взял и признал, что его сад полностью погиб, что так с бухты-барахты, с кондачка. А вот в Сибири все растет. Один пример. Другой пример сегодня привел даже не я. На Волге живет, мол, специалист, который прекрасный абрикос и совместивый абрикосов со сливами. Вот. Ага, сейчас. Когда посмотрел я его этот самый сайт, я на этом сайте нашел несколько самых своих роскошных фотографий. А фамилия это была его. А людям откуда знать-то? Вот. А прошли годы, опечатление осталось. Это два. А как он меня ненавидел? Ой, как он меня ненавидел? Это надо везде, где только моя фраза под ним сразу и со злобой. Это преследовал несколько лет. вот. А потом мы с ним помирились и сказали, давайте просто забудем. Он перестанет это самое меня вот так вот, ну, по каждому поводу. вот. А я не буду его позорить, потому что что же это за питомник, где, например, сливу называют этим самым нектарином. Одного вот этого хватило, чтобы меня возненавидеть. Потому что я отличаюсь слева от нектарина, а люди же не отличают. Вот так вот мы жили. И так обязательно кто-то еще. Вот. Поэтому давайте жить дружно. Вот. На этом я закончу. Вот. Надо дожить до нормального состояния. Ютуб, надеюсь, восстановится. Перестанут учить друг друга, воспитывать. сильный мир всего. Вот. Политика против коммерции. Вот. И все вернется в свою калию. И я еще успею научить уже пусть не миллионы, но хотя бы тысячи государственных Вот.